Александр Ляпин Александр Юрьевич Ляпин родился 12 августа 1985 года в Риге в интеллигентной семье. Его отец был военным, а мама работала в инженерном бюро. Помимо сына, родители воспитывали двух дочерей, старших сестер Саши. Александр рос артистичным мальчиком, и уже в садике обнаружились актерские способности. Он был звездой детсадовских утренников, дебютировал юный Ляпин в роли Ваньки в Станьке. И ему это понравилось настолько, что с тех пор работу он брал на дом, то есть выступал и в кругу семьи, и во дворе перед соседями. В школе Саша стал постоянным участником самодеятельности. Видя, к чему тянется сын, мама отвела 12-летнего Александра в студию театрального искусства «Рижского тюза». С 1999 года по 2002 он был артистом «Рижского театра» для детей и молодежи «Реверант». Окончив школу в родной Риге, Саша отправился в Москву и сразу поступил во ВГИК. Благо был отлично подготовлен на курсе легенды советского кинематографа Алексея Баталова. Он стал одним из наиболее ярких студентов. Обучение окончил в 2007 году. Кинематографическая биография Александра Ляпина началась в том же 2007 году. Молодой артист дебютировал в драме самого Карена Шахназарова под названием «Исчезнувшая империя», причем сразу в главной роли. Актер блестяще воплотил образ студента-первокурсника Сергея Нарбекова, влюбившегося в студентку Люду, а потом по юношеской горячности разрушившего свое счастье. В фильме также снялись Лидия, Милюзина и Егор Барановский. Спустя пять лет режиссер выпустил новую редакцию – ретро-мелодрамы, которая получила название «Любовь в СССР». Картина имела огромный успех, а Ляпин Александр Юрьевич на фестивале «Созвездие» получил первую в жизни премию за лучший дебют. Главная роль, сыгранная Александром Ляпиным в 2009 году в военной мелодраме под названием «Лейтенант Суворов» Алексея Козлова, подтвердила профессионализм молодого артиста, хотя критики не особо высоко оценили саму ленту. Затем в творческой биографии актера были работы в картинах «37-й роман» и «Побег». В период с 2010 по 2011 года Александр появился в пяти фильмах. Поклонники быстро приметили, что молодой Ляпин похож на Сергея Бодрова, трагически погибшего актера, режиссера и телеведущего. Удачным стал для Александра 2011 год. Он сыграл Рому в популярном сериале «Москва. Три вокзала 2». В этом же году снялся в короткометражном фильме «I love you», который собрал теплые отзывы кинокритиков и зрителей. Не менее значимым для кинокарьера артиста становится фантастический сериал «Обратная сторона Луны», в котором Александр предстает в образе простоватого советского милиционера Степана, коллеги главного героя Михаила Соловьева, которого сыграл Павел Деревянко в 1979 году. По сюжету фильма, герой Деревянко попадает в прошлое после тяжелой травмы, полученной во время задержания опасного преступника. Находясь в теле своего отца, полного тезки, он пытается найти дорогу в настоящий. Блестящий актерский состав дополнили Светлана Смирнова, Марцинкевич, Иван Шибанов, Карина Разумовская, Евгений Богомолов. Образ курсанта Макаренко Ляпин воплотил на экране в сериале «Одесса. Мама», созданном в жанре криминального ретрофильма. Других участников истории, случившейся в Прибрежном городе в 1969 году, сыграли Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Светлана Устинова. Вскоре Саша Ляпин появился в картине «Анечка», а в 2013-м его увидели в популярных ситкомах «Розыск 2» и «Ангел или демон». В последнем с Анной Андрусенко в главной роли он засветился в эпизоде. Среди работ в фильмографии актера числится драматическая сага фарца. Александр органично вписывается в образы советских парней благодаря своей внешности. Высокий рост 185 см при среднем весе 83 кг дополняет обаятельная улыбка и задумчивый взгляд. Александра уже узнавали на улице, но он был только на полпути к своей известности. Все изменилось в 2014 году, когда Александр Ляпин прошел пробы на роль петербургского интеллигента в сериале «Интерны». Кастинг он прошел, но в результате представил другой образ. Ляпин сыграл неинтеллигентно, а простого парнишку из «Торжка». Его герой Алеша Мальцев – искренний и симпатичный молодой доктор, мечтающий вернуться в родной «Торжок» и стать главврачом. Мальцев – прямолинейный, честный и обаятельный парень. После выхода серии «Интерна» с Александром Ляпиным лицо артиста знакомо любителям сериала, коих на постсоветском пространстве миллионы. В сериале Ляпин снимался с актерами, а также исполнявшими роли «Интернов» доктора Быкова, которого сыграл Иван Ахлобыстин, Ильей Шидловским и Аглай Тарасовым. Александр признался, что ему нравится его герой, который умеет ставить в жизни цели и добиваться их, а это редкое качество. Кстати, по некоторым врачебным вопросам, для более убедительной игры его консультировала родная сестра, работающая врачом. Сейчас артист Александр Ляпин востребован и имеет настолько плотный график съемок, что почивать на лаврах просто некогда. Он не боится стать артистом одной роли, застряв в образе Леши Мальцева. Мужчина уже доказал, что ему под силу многие амплуа. К примеру, в новогоднем фильме «Елки» 1914 Ляпин сыграл прогрессивного поэта начала 20 века. Летом 2016 года актер попал в хронику происшествий. Информационные порталы раструбили о том, что звезда интерна после драки возле столичного ночного клуба на грузинском валу получил сотрясение мозга и травму носа. По сообщениям СМИ, Наляпина и его девушку Полину. Левашкевич, напали 7 человек, пострадал не только артист, но и его спутница, которая позвонила в полицию и написала заявление о побоях. Позже другие СМИ сообщили, что по рассказам свидетелей, актер был в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось охранникам, которые вывели молодых людей из заведения. Завязалась потасовка с участием других посетителей. Однако до драки, как утверждали свидетели, дело не дошло, а история была раздута. Тем не менее, без вмешательства полиции дело не обошлось. Что касается работы в кино, то Ляпин снялся в комедии «Суперфлохи», получившие не самые лестные отзывы критиков и зрителей. Вместе с ним в ленте были задействованы Дмитрий Нагиев, Александр Рева, Анна Чаповская, Ян Цапник и другие популярные актеры. Одна из главных ролей в четырехсерийном комедийном фильме «Французская кулинария» также досталась звезде «Интерна». В мини-сериале Ляпин сыграл с Евгением Прониным, Александром Демидовым, Сесиль Плеже, Оксаной Сидоренко, Олегом Акуличом, Эвелиной Блёданс. Вместе с Алексеем Бардуковым снялся в комедии «Журналюги» о жизни молодых репортеров, жизнь которых насыщена приключениями. В комедии одноклассницы «Новый поворот», где речь пошла о свадьбе Даши, которой сыграла Валентина Мазунина, и Миши, которого сыграл Арарат Кищан, Александру досталась роль второго плана. Тем не менее, образ Толяна в его исполнении получился ярким и запоминающимся. О личной жизни актера мало что известно. Сам Ляпин немного рассказывал о себе в интервью, и таблоидом оставалось строить предположения на основании редких фото, на которых мужчина появлялся в сопровождении красивой девушки. К семейной жизни актер относится довольно-таки серьезно, поэтому избранницу выбирают долго и тщательно. Известно, впрочем, о его давнем романе с актрисой Полиной Левашкевич. Зимой 2017 года, когда актер с возлюбленной отправились на совместный отдых, о чем свидетельствует персональный инстаграм актера, но официальной женой звезды, экрана Полина пока не стала. В 2018 году артист порадовал поклонников появлением в комедии «О чем говорят мужчины» в продолжении, где воплотил на экране образ Володи, водителя-бизнесмена Сергея, которого сыграл Алексей Барабаш. На съемочной площадке Ляпину посчастливилось поработать с артистами квартета «И». На этом собственная биография столь молодого и замечательного актера подошла к концу, а вы ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!